Огромный привет всем зрителям моего канала! Сегодня выпуск, в котором я с вами поделюсь своими впечатлениями от косметики Nobea. Покажу вам блески для губ, лаковые помады. Все это продемонстрирую на себе. Если вы любите подобного рода видео, то не переключайтесь! Первое, что я хотела бы вам показать, это набор из четырех блесков для губ от Nobea. Это увлажняющие блески, они шли в этой упаковочке, вот так вот они выглядели. Я все протестировала на себе, все вам подробнее покажу и пока буду показывать, параллельно вам буду рассказывать о своих впечатлениях. Начну я с первого оттенка, он называется 001 Pink Sand. Все блески этой серии пахнут безумно приятно, чем-то таким сладеньким, ванильным. Все выглядят на губах достаточно естественно, очень такой мелкодисперсный перелив. Классно смотрится, когда светит солнышко. У всех вот такие вот идут спонжики приятные, легкие в нанесении. Блески, набор недорогой. Я вам скину ссылку на сайт Натина.ua, где они продаются. Там посмотрите, сколько идет стоимость. Но в любом случае, кто любит блески, то вот этот вот набор, как по мне, очень универсальный. То есть он подойдет на каждый день. Можно поверх помады наносить такие блески. Можно просто моно, кто любит. Например, я очень люблю без ничего наносить. Можно, конечно, проэкспериментировать и делать разные вариации. Например, наносить на центр губы, чтобы там выглядела более объемная губа и так далее. В общем, пробуйте, как вам нравится. Следующий блеск в таком более розовом оттенке – это 002 Bubble Gum. И это мой фаворит, наверное, потому что я его чаще всего наношу. Пахнет он действительно как жвачка из Love Is или из Bubble Gum. В общем, что-то из нашего детства. Очень круто приобретать такой набор и потом каждый блеск в разные места себе положить, чтобы всегда у вас все было под рукой. Следующий блеск – это, наверное, фаворит. Когда я училась в институте, я постоянно покупала вот такого плана блеска. И они были белые. И на губах они смотрелись безумно ярко и безумно стильно. Мне тогда это очень нравилось, поэтому я вернулась в прошлое. Оттенок 003 Glitter. И он тоже очень приятно пахнет чем-то сладеньким. На губах смотрится потрясающе. Если его нанести на какую-то помаду, то вы любой помаде придадите вид, как будто бы это жидкая помада. Поэтому попробуйте, поэкспериментируйте. Мне кажется, что этот блеск должен подойти очень многим. И четвертый блеск из этого набора – оттенок 004 Rose Gold. Он уже с таким золотистым переливом. То есть, здесь уже более яркие шиммерные такие частички. Пахнет он точно так же. Они приблизительно все одинаково пахнут. Очень приятно. И он уже отлично подойдет под какие-то летние наряды. Или золотая осень на дворе. То есть, что-то в таких коричневых оттенках будет очень хорошо дополнять образ, если вы одеты соответственно. То есть, подбирать уже под свой наряд. Еще вам покажу вот такую вот помаду. Это уже конкретно идет помада на Бео в таком отдельном футлярчике. Также на нее ссылочку внизу оставлю. Оттенок называется Hot Pink 01. Выглядит как стандартная классическая помада. Вот сейчас я ее вам решила продемонстрировать. Она достаточно яркая. То есть, это, наверное, не на каждый день, а больше на какие-то такие вечерние выходы. Или какие-то вечеринки. Можно ее сделать матовой, промокнув салфеточкой. Но это уже кто как любит. Можно сверху нанести блеск и будет вообще супер ярко. Присмотритесь к таким помадам. Они достаточно бюджетные. Но есть там разные оттенки. Поэтому, если вам понравился такой, вы любите что-то поярче, то welcome. Если вы любите что-то более нюдовое, то на сайте Natina можете поискать что-то еще. Но я помадой за такие деньги осталась довольна. Поэтому тоже могу вам порекомендовать. И еще один набор хочу вам продемонстрировать. Вот в такой вот упаковочке он шел. Это уже идут виниловые помады, жидкие помады, лаковые или как их там называют. Это уже идут дискотечные или, как они написали, пулл-пати, пляжные какие-то вечеринки у бассейна. И тут уже идут очень яркие оттенки на любителя. Поэтому, если у вас есть фотосессии, какие-то поводы, куда вам хочется накраситься поярче, то я вам продемонстрирую также эти блески на себе. У меня попалось два одинаковых оттенка, поэтому один уйдет на подарок. А второй ставлю себе. Оттенок 002 Chili. И это действительно очень яркая, красная, блестящая помада для каких-то особых поводов. Как я рекомендую вообще пользоваться вот этими помадами, чтобы они у вас все-таки не слазили с губ и держались? Ну, во-первых, обязательно нужно предварительно подготовить губы, увлажнить, нанести какую-то хорошую гигиеническую помаду, поскрабировать предварительно губы. Когда бальзам уже поработал, можете губы промокнуть салфеткой, немножечко припудрить или нанести какую-то легкую помаду, которая такая будет более матовая, и сделать хороший контур губ, то есть взять карандаш для губ, нанести контур и только потом уже делать макияж губ вот этим вот блеском, потому что иначе она может сползать. И после того, как вы нанесли, можно опять-таки промокнуть сухой салфеткой, чтобы закрепить результат и такой блеск дольше продержался. Но можно этого и не делать. Вот такая жидкая помада в оттенке 003 Begonia Pink, достаточно яркая, глубокий цвет, она очень-очень хорошо переливается, но будьте с ней осторожны. То есть изначально нужно хорошо губы подготовить перед тем, как наносить. И оттенок 004 Cupcake Pink, он чуть-чуть светлее, и для тех, кто, наверное, блондинки, кто любит какие-то такие яркие акценты на губах, но опять же таки, если вы делаете яркие губы в любом из вот этих вот оттенков, я бы вам порекомендовала все-таки, если вы делаете акцент на губы, не делать акцент на глаза, потому что иначе получается слишком яркий образ. То есть если вы уже сделали яркие губы, ну вот допустим, как сейчас у меня, достаточно яркие глаза и достаточно яркие губы, лучше такого не делать. Но мне хотелось вам продемонстрировать помаду вживую, поэтому я накрасила ею, но если сейчас я пойду куда-то, то я ее сотру и нанесу что-то очень-очень нюдовое, какой-то блеск или бежевую помаду, которая не будет так перетягивать акцент с глаз на губы. Один из моих фаворитов французской косметики Nabea, это вот этот вот маленький миниатюрный стик, это тени для глаз в жидком, скажем так, формате, или как они правильно называются, жидкие тени. В общем, это просто бомба, сейчас я нанесла их на глаза, и что я вам могу сказать, это просто настолько удобно, они есть в разных оттенках, я взяла самый, по-моему, светлый, и вы наносите его кисточкой на глаза, пока вы закручиваете эту кисточку, она уже настолько быстро схватывается, что я успеваю только пальцем слегка распределить, все, тени зафиксированы, и их очень тяжело вообще сдвинуть с места. Что я делаю дальше? Я просто по уголкам наношу уже более темный оттенок, и все, если бы я взяла оттенок потемнее, я бы, наверное, распределяла на все подвижное веко, и уже больше вообще ничего не делала, только могла там подводку и тушь нанести, и все. Поэтому я планирую заказать еще себе таких теней, они очень крутые, очень круто держатся, классно блестят, стоят недорого, присмотритесь, кто любит быстрый макияж глаз, то я думаю, такие тени для вас это просто must have. И последнее на сегодня, что я хотела вам показать из Набеа, это гель-лаки, так они, по крайней мере, называются, это вообще обычные лаки в металлическом оттенке, от золотого к серебристому, сейчас я их также нанесла, сняла гель-лак. Если вы спросите, почему, могу вообще отдельное видео записать, я просто сделала передышку для ногтей, потому что раз в год нужно снимать гель-лак, давать ногтям подышать, а я этого не делала уже очень-очень много лет, решила все-таки это сделать, и продемонстрирую вам эти лаки поближе. Чем они мне понравились? Они очень быстро сохнут на ногтях, поэтому не нужно минут 10-15 ждать, они быстро высыхают, достаточно хорошо держатся на ногах, мне кажется, уже пошла четвертая неделя, я нанесла вот такой вот золотистый оттенок, номер 001, и до сих пор на ногах оно все держится. На руках я уже поменяла, сначала накрасила вот этим, теперь накрасила серебристым, и тоже достаточно неплохо держится, но на руках, конечно, меньше, потому что мы постоянно что-то моем, убираем и так далее, поэтому руки нужно обновлять там раз в 4 дня как минимум, а на ногах оно держится прекрасно, поэтому если вы любите обычные лаки, вы хотите сделать передышку от гель-лаков, то порекомендую вам эти оттенки, они дискотечные, они нарядные, но в то же время они и повседневные, то есть если вы не хотите что-то скучное, хотите что-то переливающееся, то я вам эти металлические оттенки смело могу тоже порекомендовать, цена на них адекватная, зайдите, посмотрите. Я надеюсь, мой выпуск был вам полезен, возможно, что-то вам приглянулось, и вы любите выпуски про хорошую бюджетную косметику, спасибо, что досмотрели его до конца, встретимся в следующих выпусках, до скорых встреч, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok